Переходим к резервному копированию. Что такое резервное копирование? Суммолирует ли кто-нибудь возьмется? Что такое? Кто-то переходит в резервную копию. Вы понимаете, что с одного диска на другой переписать полностью? Переместить информацию в недоступное для случайного повреждения места. Фактически. Ну да. Не влияется ли резервное копирование перемещение с одного логического диска на другой. Копирование. Одного физического диска. В смысле, не грамм. С одного копируем на другой. Там сохраняем. На другой логический диск. Ну вот. Срезервное копируем. Второй диск, если так же извинят. Он находится на том же накопителе. Если он врут, то вместе. А, в смысле на одном накопителе? Ну да. На одном накопителе логический диск. Тогда нет, тогда это нельзя. Тогда нет. Если кто-нибудь махнет, то все сразу. А, ну хотя может быть, там часть не сквыть строят, а другая работает. Так бывает. На самом деле бывает, что здесь вот посыпалось, грубо говоря, магнитный слой. А здесь он еще ничего себе. И можно вытащить. На самом деле это не является полноценным резервным копированием. Это называется от бедности. Единственный способ, когда это оправдано, это защита программиста от собственного уголовного отеца. Есть правила программируемого, знаете, да? Работает, не трогай. Вот начинают трогать, потом начинают продать сразу. Как только заработал, откопирует теперь все. Да. Уберите ее туда, куда ваши левые ручонки не доберутся в сознательном состоянии никогда. Потому что, значит, может быть проблема. Но это не является полноценным резервным копированием. Это удобно, это быстро, это ненадежно. Как мы можем копировать информацию, как чтобы это было надежно? На другой жесткий диск. На другой жесткий диск. Не в процессе работы, когда это делается с массивами, а периодически. Допустили чему-то лист сотов команды, а не важно копировать, положить, забывать. Чем хорош этот метод? Прекопируем на диск. Так, раз. Ну, два, да. Ну, угол. Ну, и метод, ну, очень. Потому что у нас с одного диска все взять и перекопировать туда, это же столько времени. Когда большие объемы там всю ночь и перекопировать, и не перекопировать. Что еще? Не всегда будет на втором диске свежая версия. Допустим, мы там сделали какие-то изменения, у нас все совалось, и не пронесли, не успели. Ну, в основном, почти все видно. Значит, первая проблема то, что если мы это делаем вручную, и иногда у нас данные теряют актуальность. Потеря актуальность данных, ну, в общем-то, делает это бессмысленно. Они на месте, они справлены, они никому не нужны. Второе. Цена? Ну, цена, наверное, скорее нет, чем да, потому что флешка стоит копейки, а вырезает мне достаточно много. Третье. Скорость. Да. При полном копировании скорость у нас, конечно, будет лимитирующим фактором, потому что копировать приходится много. Как можно это обойти? Ну, как можно это обойти, проблему скорости копирования? Ну, копировать не все, а только то, что где изменилось, то и копировать. Это называется инкрементное копирование. То есть, мы запускаем специальную программу, или сдаем опцию обычному копировщику, которая проверяет атрибуты флайлов. И копирует только то, что изменилось. Первый раз у нас переползает все, но придется потерпеть, никуда не ленишься. А потом только изменения. Только дельта у нас копировался. Это получается гораздо быстрее. Но есть еще один вариант такого копирования? Невое копирование. Но применяется, как правило, в больших корпорациях, но можно и дома сделать все. Данные невидимы для пользователя, при изменениях сразу же отображаются куда-то еще. Место пользователю в обычном режиме недоступное. Нам дает отказоустойчивость. Практически близко к зеркальным дискам. Кикозеркальный диск находится далеко-далеко. На сервере, как правило. Но это, конечно, здорово загружает сеть. И если вы работаете с гигабайтовыми данными, то это может быть проблемой. Хорошо измененный гигабайт перекатать на соседней мячисти. Совсем другое – это проектировку сети. Но тенемой копирование применяется. Достаточно удобная процедура. Как можно, вопрос, как можно вот это вот самое теневое копирование сделать совсем отказоустойчивым? Ну то есть полностью, абсолютно. Ощущенным даже попаданием метеорита в здание. На бункере, в бункере. Ну, нет. Это слишком простой способ. Дорого. Ну, полететь в оркейте, да, где нет теоретов. И угощить с собой всю сеть, всех пользователей. Да, обязательно. Посмотрите на рисунок. Что здесь можно изменить? А можно дать теперь это сеть? Можно подъявить вот эту вот штучку в состояние другой стороны земного шара. Больше того, вот такой вот вариант доступен каждому практически бесплатно. А, диски. Нет. Да, был диск. Обученный сервис хранения. Обученный сервис хранения. А если упадет такой методик, что все сразу хранит? У вас это уже мало от не будет. Хорошо. Если все сразу, то зачем ваши данные? А если кажется, что сервер этот был в диске, у меня под окном кто-то стоит? Благодарите другу. Сервисов достаточно много, вы можете посмотреть. Как узнать точно? Во-первых, у них у самих есть территориальная разнесенность. Они сами внутри себя защищаются таким же образом. Во-вторых, ну, например, если вы находитесь в Евразии, то пользуясь американским сервисом практически точно вы знаете, что... Он другой среди земли около нас? Нет. Он, скорее всего, на американском континенте. А вот если вы пользуетесь, например, к каким-нибудь Янгенс-дискам или чего-нибудь еще, то вы можете его увидеть под окном. Внезапно. Это уже будет проблема. В чем проблема может быть такого вот уходящего хранения? Скорость. Скорость. Это очень медленное соединение. Самое лучшее, что я видел, это... 1 мегабайт, мегабайт, мегабит в секунду. Самое быстрое, что я наблюдал при использовании таких сервисов. Если вы работаете с какими-то документами, то это еще куда-либо. Если вы пытаетесь использовать для больших файлов, вы останетесь либо без интерната на момент синхронизации, пока что-то прокачается. Либо это будет очень-очень долго. А нельзя по дороге, чтобы по-настоящему? Еще раз. Ну, по дороге по-настоящему, чтобы... По дороге откуда? От вашего компьютера до зеленого диска? Вашего диска. В промежуточный некописи, который все это быстренько у вас примет, дальше будет отправлять? К интернет все равно. Ну, поставьте дома сервер, который будет этим заниматься, но все равно выкрутитесь в ту розетку, которая у вас пришла в квартиру. Переезжайте прямо в дата-центр. Ну, переехать в дата-центр можно. Там, во-первых, холодно, во-вторых, шумно. Смех-смехом там реально холодно. Ну, где-то холодно, где-то жарко. В дата-центре? В горячем коридоре 40, где можно. Ну, нет, в горячем коридоре находиться не надо. Нет, ну, собственно говоря, хороший вид бизнеса и создаются помещения рядом с дата-центром. Да, и тогда пробрасываются толстые плоды. Да, и там стоит денег. Хороший канал. Ну, опять же, опять же, если вы находитесь в одном районе, у вас скоро выключили электричество. Нет, да, тут арендуем в соседнем дата-центре, между которым кладется выделенная оптика. Ну, вот так все исполняется. Если выключили электричество, это уже не знаю, мы как? Ну, как? Дата-центр никак не мешает. Ну, там с авера в тех петля, как правило. В таких случаях нам имеет резон применять какие-либо линии копирования. В таком случае, вы должны применять полное копирование. Чего сарядка с отмерением? Ну, у вас все равно там 120 гигабайт. Ну, допустим, только на чтение ты какие-то файлы используешь, и один раз копировал, и все. Нет, я имею в виду, это полное копирование. Ну, да, один раз все копировал, но что потом не менялось. Когда все готово, в общем, сделал его, перекопировал, тогда нужно ничего изменять. Ну, в общем, да. Когда это не нужно делать по 20 раз в день. Только один раз за ночь. Только один раз за ночь. Ну, понимаете, в чем фокус? На самом деле, при таких массированных копированиях все равно идет износ дисков. Они все равно греются, работают. Поэтому каждую ночь сотню гигабайт сюда-сюда качать на годовым листам. Последний день месяца? Ну, последний день месяца полный, а остальные дни? Вот. Ну, инкременно. В основные дни делаем инкрементное копирование, и спим относительно спокойно. Еще вопрос. А где должен быть вот этот вот накопитель второй? Мы уже выяснили, что это должен быть другой. По полдербоэнергестрация. Ну, это слишком сложно для домашнего применения. Что может произойти с компьютером? Чуба. Ну, хорошо, с точки зрения хранения данных. Сломаться. А бесточек? Ну, это не страшно. Тогда электричество будет доработать. Самое плохое, с глубокое питание начнет выдавать никакой ничего, и сожжет кухню на копите. Если у вас два венчестера в одном компьютере, что с ними произойдет? Оба? Сдох. Тот, кто в этом копировали? Ну, по-другому. Ну, по-другому. Съемные накопители. Плэшки, внешний ничестер. Такое проще. Что ни при какой ситуации не падение в месяц с данным компьютером. Причем можно во время обычной работы копировать на второй ничестер, предположим. Два раз в месяц уже на съемные накопители куда-нибудь убрать его в стол. В сейф? Не обязательно. Если у вас разрушен стол, то вам это уже не помогает. Кстати, вопрос такой, немножечко в сторону. Когда систему можно считать защищенной? Какой критерий защищенности? Когда не достал интернет. Не спасает. Совершенно не спасает. Я вам точно говорю. От взлом она защищена. Когда затраты на взлом больше, чем любая получаемая от этого взлома прибыль. То есть, дураков нет, работать с себя будет. Точно так же, если стоимость защиты меньше стоимости потенциальных потерь, то это сделать надо. Если стоимость защиты у вас начинает превышать стоимость потенциальных потерь, то это уже ловство и сделать это нужно. Опять же, стоимость этих потерь каждый оценивает для себя самым. Если у вас там игры, фильмы и тому подобное, то цена потерь невелика. Перекачать можно за неделю. Если у вас там какие-то свои наработки и разработки, то цена их бесконечна. Их взять просто не надо. Если они погибают. Опять же, нужно понимать их объективную цену. Скажем, наработки до сих пор недавности вряд ли кому сейчас могут серьезно понадобиться. Только как память. С другой стороны, скажем, контакты, электронные почты, телефоны, они по 10-15 лет хранятся. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...